Эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Только за прошедшие сутки диагноз COVID-19 вывели у 14 жителей Заполярья. В числе заболевших 13 наредмарцев, кроме того, зарегистрирован один привозной случай из Архангельска. Тема заболеваемости коронавирусной инфекцией вновь стала одной из центральных в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. Информацию об эпидемиологической ситуации сообщила руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Елена Левина. За истевшую неделю у нас отмечается прирост по заболеваемости на 5,6%. На сегодня показатель составляет 151,6% на тысячу населения. По Российской Федерации показатель не превышает 100%. На сегодня у нас на лечении находится 263 пациента. 32% получают лечение в стационаре. Основные пациенты лечатся у нас амбулаторно. Неутешительная статистика по заболеваемости приходит из села Оксино. Под наблюдением сельского медицинского работника находится 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано еще четверо заболевших. Мы сейчас подписываем постановление у вас по введению карантина на территории Оксино. Там у нас высокий прирост, поэтому мы их закрываем на карантин. Остальные пока под контролем, но необходимости закрывать их нет. Как сообщила Елена Левина, в населенный пункт были направлены 4 бригады санитарной авиации. По итогам вылетов в Ненецкую окружную больницу были госпитализированы 5 пациентов. Для более качественного лечения в село направлен необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. А также в скором времени будет известно о новой методике лечения коронавируса. Сейчас поступила информация с Минздрава, что они отзывают 13-й протокол. Сейчас будут внесены доработки. Ждем новых схем лечения после принятия решения. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. По степи контроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше, ОМИ и НИСЕ обязательный масочный режим системы QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемиологическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122.